МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Ежедневно россияне берут более 30 тысяч кредитов по всей стране и не всегда могут погасить задолженность. Я вам ничего не должен. Ты должен пожизненно. Банки не церемонятся с неплательщиками и продают их долги коллекторам. Что потом? Психологическое давление, шантаж, угрозы и вымогательство. Ты будешь отдавать банки! Как спасти себя и свою семью от угроз? Может ли полиция защитить простого человека от беспредела? Сами сядь! Работай, работай! Руки сядь! И что делать, если уже нет сил бороться? Ты хочешь, чтобы меня обнаружили в какой-нибудь канаве? Программа «Антиколлекторы» помогает попавшим в долговую ловушку защититься от беззакония коллекторов. Еще в 17 веке английский юрист Эдуард Кок сказал «Мой дом – моя крепость». Смысл выражения в том, что дом – это то место на земле, где человек должен чувствовать себя в полной безопасности. Видимо, Эдуард Кок не знал еще тогда о коллекторах, для многих из которых закон не писан. Нашим сегодняшним героям в буквальном смысле пришлось сражаться за свой дом. Крылова Алла Николаевна, 52 года, продавец, замужем. Есть дочь и внучка. Четыре года назад вместе с мужем взяли квартиру в валютную ипотеку. После кризиса и болезни мужа платить ипотеку, резко выросшую для них в два раза из-за овала рубля, не смогла. Здравствуйте, Алла Николаевна. Присаживайтесь, пожалуйста. Здравствуйте. И расскажите, что у вас случилось? Даже не знаю, с чего и начать. Начните с самого начала. Муж мой работал водителем. Калыме, деньги хорошие получал. Мы посовещались, решили взять квартиру. В банке нам менеджер убедил взять валютную ипотеку. Сказал, что там поменьше процента, побыстрее выплатим. Ну, как-то мы посовещались, решили взять эту ипотеку. Но в итоге в 2014 году произошел кризис. Доллар поднялся, платежи наши тоже подросли. Муж уже не в состоянии был эту ипотеку обеспечивать. В итоге, получается, ему на нервной почве стало плохо. Он слег, отказали ноги. Получается, я одна работаю. Но не справляемся мы с этой ипотекой. И вам стали угрожать коллекторы? Угрожать, запугивать. Мало того, они вообще поселились у меня в квартире. Есть видео? Да, пожалуйста, я вам покажу. Данис, что здесь творится? Я мусора позвала, что ли? Почему? А вы должны что здесь делать? Это моя квартира. Я здесь уху. Деревать телефон. Не ругайся на меня. Ты мне, сыновья, годишься. Как нас тебя ведет? Почему вы так считаете, что я должна вас умереть? Покажи мне сегодня спинку тереть. Не трогайте меня, как вы знаете. Никакой мой холодильник там мое все. Это твой холодильник, это наш холодильник. А вы покупали это молоко. Почему вы нам не делаете? Вы должны банку. Ну смотрите, люди, милиции. Вы мне отдали деньги. Это наша квартира. Это моя квартира. Как вы видите? Я вам не нарежу. Отойдите от моего. Не смейте трогать. Ничего мое. Вы не делаете банку. Мягцы, видишь, считают. Ну сделайте что-нибудь милицией. Мы здесь полноправные хозяева. А что я должна делать? Ну как видите, милиция ничем не помогает. Муж лежит у меня парализованный. А они так себя ведут, пользуются этой ситуацией. То есть и сейчас в вашей квартире находятся два посторонних человека? Они не только там находятся. Они там живут, водку пьют, моются. Ну ведут себя как он не хочет. Значит надо ехать к вам домой. И попросить их убраться с вашей квартиры. Раз и навсегда. Я была бы очень благодарна, если вы мне поможете в этой ситуации. Поможем. Безусловно, мы вам поможем. Не волнуйтесь, езжайте домой, мы скоро подъедем. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. До свидания. С такой наглостью я еще не сталкивался. Ну думаю, выгнать-то их не будет большой проблемой. Но скорее всего они вернутся. И какой план действий? Выгоняем коллекторов, ставим наблюдение на случай, если они вернутся. И попытаемся договориться с банком. Давай. За работу. Коллекторы уже находятся в квартире Крыловых. Они фактически поселились там. Антиколлекторы незамедлительно приезжают туда, чтобы во всем разобраться. Кроме того, в квартиру Крыловых вызван наряд полиции. Значит так, ситуация неясная. Коллекторы внутри квартиры ведут себя очень нагло. Будьте внимателен. Сам не провоцируй скандал. Ну, если что, то включайся. Хорошо, понял. Ребята, аккуратно. Кто там? Алло, Алла Николаевна? Это Людмила, антиколлектор. Заходи. Вперед. Спокойно. Спокойно, спокойно. Вы кто такие? Убери камеру отсюда. Давайте познакомимся. Здравствуйте. Разрешение на киево. Тихо, 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 тихо. Какой ты что застыкнуть камеру свою убери? Ну-ка подошли, успокоились все. Спокойно, отойдите. На каком основании? Это наша квартира, мы деживем. Тихо, тихо, тихо. Это моя квартира, это не важно. Это была твоя квартира. Миша, миша. Это моя квартира. Не трогайте оборудование, я же вам сказала. Да, где ты? На каком основе? Сама ты, б***ь. То есть вы можете разговаривать нормально, по-человечески? Что вы орете-то? Что вы сюда пришли? Успокойтесь. Я вам с*****. Я вызвала полицию. Сейчас вы с ним будете. Уберите руки. Сейчас приедет. А вы будете объяснять с ним. И мне объясните, пожалуйста, на каком основании вы находитесь в этой квартире. На основании того, что ежемесячно оплата долгов. Квартира переходит, собственность банка. И вы имеете полное право на эту квартиру. Моё имеете никакого права. Какого-то не имею. Наговорный с*****. У вас есть решение отсюда? Это вы её с*****. Позвольте. Давай смотришь на меня. Успокойтесь. Успокойтесь. Куда мне еще раз? Руки убери от меня. Спокойно. Здравствуйте. Спокойно. С*****. Если человеку плохо. Кому? Не трогайте его. Там мы его на руках. Ну, я же отойдите от него. Отбери своего волоса. Отойдите от чего? Вы не имеете права, дядь, пока нет, заяц. Старик, не лезь на это дело. Успокойтесь, успокойтесь. Быстро, быстро туда, быстро. Зачем вы сломали электрощиток? Ничего я не ломал. Сейчас я полицию вызову, и мы разберемся, случайно это вышло или нет. Алла Крылова вместе с мужем купила квартиру в валютную ипотеку. Но случился кризис, серьезно заболел муж, и пожилая пара не смогла выплачивать даже минимальные платежи. Банк продал долг коллекторам, которые в прямом смысле слова поселились в квартире Крыловых. Отчаявшаяся женщина обратилась к антиколлекторам, чтобы они незамедлительно приехали на место, чтобы при помощи полиции выпроводить незваных гостей, где столкнулись с агрессией и мощным сопротивлением коллекторов. Не трогайте, успокойтесь. Покажите мне документы. Какие документы? Документы ваши? Вы свои, покажи документы. Пожалуйста. Вот мое удостоверение. И что? И что? Хорошо, хорошо, ваши документы. Вы можете мне предъявить? Где ваша полиция? Полиция сейчас приедет, я вам сказала. Все документы мы предоставили. Здравствуйте. Кто вызывал полицию? Здравствуйте. Гвардия пожаловала. Так, тихо, тихо, тихо. Здравствуйте. Эти люди находятся в квартире, фу, незаконной. Так, готовим документы. Все законные, хозяева, это квартира. Тихо, вот прекратили, готовим документы. Пожалуйста. Вы не имеете права здесь покатиться. Покажи. Вот все надлежащие документы, которые принадлежат нам. Вам они не принадлежат, эти документы принадлежат мне. Так, успокойтесь. Кто хозяин? Мы хозяин. Я хозяин. Закон номер 102 об ипотеке. Потише, пожалуйста. Об ипотеке, который гласит. Ты что, сильно грамотно? Да, сильно грамотно. Ваши документы. Какие тебе документы? Так, ты здесь особо не шуми. Вот мой паспорт, на, смотри. Закон об ипотеке гласит, что право собственности имеют тот, на кого оформлен ипотечный кредит. А ипотечный кредит не оформлен меня. Покойно. Сейчас на квартиру наложено, успокойтесь, обременение, на эту квартиру наложено обременение, но пользоваться этой квартирой они могут в полном праве, а вот эти граждане их это право нарушают, поэтому мы просим, чтобы они покинули эту квартиру. Мы здесь живем на законных основаниях. Так, все, тихо. Нет у вас никакого закона. Закон на моей стороне. Тихо, тихо, не кричите. Вы оба на выход. С какого основания? Так, ну что, вы везьянник захотите? Руку убери, я сам буду. Так, спокойно. На, ребят, собирайте. Давайте, до свидания. До свидания, до свидания. Так, пошустрее. Давайте, давайте, давайте. Куда пошел? Майку. Сюда. Давайте, давайте. Повыстрее. Ты еще об этом пожалел. Давай, 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 давай. Руки не распускайте. На вас люди посмотрят со стороны. Все, 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 тихо, тихо. Успокойтесь. Еще, товарищи. Я еще вернусь. Да, вернете. Так, шустрее, шустрее, божи. Так, пошел. Благодаря совместным действиям антиколлекторов и полицейских, злоумышленников удалось выдворить из квартиры. Однако, невзирая на то, что они выкупили кредит крыловых у банка, у коллекторов не было никаких законных оснований находиться на территории чужой собственности. Однозначно, что сборщики долгов так просто не отступят и еще вернутся в квартиру. Антиколлекторы устанавливают камеры. Ну все, тогда мы вас оставим, пойдем проверим сигнал, все будет нормально. Я думаю, что мы со всем справимся. Хотя, конечно, случай у вас достаточно серьезный. До свидания, простите нас еще раз. До свидания. Выздоравливайте. До свидания. Все, мы пойдем. Большое вам спасибо. Не беспокойтесь. Не беспокойтесь. В этой довольно нетипичной и сложной ситуации Алле Николаевне очень важно поговорить с юристом. Воздействовать на коллекторов своими силами явно не выйдет. Банк продал долг по ипотеке коллекторскому агентству. Но он не имел на это права. Он должен был сначала письменно вам об этом сообщить. Так, и что же теперь делать? Во-первых, нужно написать два заявления в банк. Первое с требованием об отмене переуступки, так как это нарушает договор. И коллекторы перестанут вам докучать. Да, но это займет некоторое время. Обычно банк рассматривает это в течение 10 дней. Они найдут ошибку эту, и здесь они 100% правы. Скажите, а как быть самим долгом? Что, просить банка реструктуризации? А это второе заявление. В связи с новыми обстоятельствами, с инвалидностью мужа, вы имеете на это право. А, да. Что это значит? Это значит, что вы сможете получить рассрочку в платежах. Или понижение процентной ставки, отмену штрафных санкций. Возможно, даже удастся получить кредитные каникулы. Скажите, а как долго банк принимает подобные решения? Решения принимают они быстро, только вся загвоздка в документации. Нужно будет переоформить договор и его зарегистрировать. Ну, то есть технически? Законодательно, да. Обычно по закону дается 3 дня, но это обычно затягивается. Понятно. Скажите, а вы нам скажете, какие нужны документы? Да, конечно. Я приготовил. Сейчас. Сейчас. Вот. Здесь весь список. Угу. Ну, все, спасибо вам большое. Вы нам очень помогли. Всего хорошего. Обращайтесь. До свидания. Да, спасибо. До свидания. Ну что, будем действовать? Будем. Держите. Спасибо. Антиколлекторы помогли Алле Николаевне подать заявление в банк о расторжении договора переуступки и реструктуризации долга. Пока банк рассматривает заявление, в целях безопасности наблюдение за домом Аллы Николаевны продолжается. Он к нашему щитку подходит. Угу, не вижу. Быстро, быстро туда, быстро. Некий мужчина, скорее всего, коллектор, пробрался в подъезд дома Крыловых и вывел из строя электрощиток квартиры. Антиколлекторы бросились на помощь, чтобы задержать злоумышленника. Стоять! Что здесь делаем? Фу! Вы сломали электрощиток. Фу! Зачем вы это сделали, а? Говори, говори, ты кто? Я не ломал. Тихо, тихо. Я электрик. Какой электрик? Зачем вы сломали электрощиток? Ничего я не ломал. Это вышло случайно. Что случайно вышло? Сейчас я полицию вызову, и мы разберемся, случайно это вышло или нет. Хорошо? Да и какая полиция? У меня есть официальный документ. Какой документ? Вот, смотрите. Не надо было на время ремонта обесточить квартиру. Какую? Я ничего не просила. О чем вы говорите? Ну, документ у вас поддельный. Документ у вас поддельный. Собственники здесь другие. Никакой не Мухамедов, а Крылова. Я вызываю полицию. Не сказали. Вот она приедет, мы и разберемся. Алло. Алло, здравствуйте. Да, мне нужен наряд хулиганства. Вишнякова 7. Держись, а? Порча имущества была зафиксирована сотрудниками полиции, и лжеэлектрика задержали. Тем временем становится ясно, что пожилой паре небезопасно находиться в квартире, и коллекторы не собираются прекращать посягательства на собственность Крыловых. Может быть, вам на это время уехать к родственникам или друзьям? Нет, 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 это исключено. Алло, может быть, два дня поживем все-таки же у родственников? А не поживем, потому что это специально сделано. Они специально это отключили, чтобы мы уехали, а они сюда заселились. Вы не волнуйтесь. Пока вас не будет, мы, конечно, присмотрим за квартирой. Нет, нет. Алло, ну электроплита не работает. Я не могу новости посмотреть. С плитой не беда. Без электричества дня два можно пожить. Я к Ирке пойду еду разогрею, а без телевизора, да ничего страшного. Почитаем книжку, пусть глазки отдохнут. Можно пережить два дня, ничего страшного. А уезжать мы не будем. Ну, хорошо, дело в вашем. Ладно, до свидания. До свидания. До свидания. Он что-то кинул в окно. Быстро за ним, быстро. Ты пойми, нас же закопают в этой квартире. Вообще житья нам не будет. Никто вас не закопает. Алла Крылова не смогла выплачивать валютную ипотеку. Коллекторы выкупили ее долг и поселились в квартире. Антиколлекторам при помощи полиции удалось выгнать незваных жильцов. Юрист посоветовал Крыловым подать заявление на реструктуризацию их долга. Пока банк рассматривал обращение Аллы Николаевны, коллекторы пробрались в их дом и отключили электричество в квартире, повредив электросчетчик. Семья Крыловых удивила антиколлекторов своим отказом уехать на пару дней с квартиры, пока специалисты не починят электричество. Весьма странно. Но пожилая пара решила остаться дома, несмотря на спартанские условия. Наблюдения продолжаются. К дому Крыловых подъезжает подозрительная машина. Люда, машина подъехала без номеров к подъезду. Вижу, наблюдай. Парень из машины вышел, подошел к окну. Он что-то кинул в окно. Быстро за ним, быстро! Илья, машину преследуй! Антиколлекторы немедленно кинулись на помощь. Человек в маске подбросил дымовую шашку или что-то подобное. Это очень опасно, так как в квартире лежит неходячий больной. Алла Николаевна нет дома, а ее муж не в состоянии открыть дверь. Пожилой мужчина может задохнуться в течение считанных минут. Лезь, лезь, держу. Давай. Дверь открой! Как вы? Вы один дома? Сейчас! Быстро! Ребята, осторожно! Может быть пожар! Все, все, все! Серега, вынеси его! Выносите его быстрее! Серега, бросай камеру! Тихо, 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 тихо! Спокойно! Счет шел на секунды. У пожилого человека могло отказать сердце из-за нехватки кислорода. Но, к счастью, антиколлекторы успели вовремя и предотвратили возможную трагедию. Аккуратно, аккуратно! Все, все, все кончилось! Давай, Даня, держу дверь, держу! Так, стемю! Как вы? Ой, аккуратно, аккуратно! Дышите, дышите! Спокойно, спокойно! Что это было? Дышите, дышите! Не знаю, сейчас выясним! Спокойно, спокойно! Дышите, дышите! Все, все, все! Все, все! Все, все! Все, все, все! Боже, что это? А где вы были? Боже, что это? А в Валерьке ходи мы туда наверх! Куда? Спасибо! Ой, Жилбей, успокойтесь! Успокойтесь! Сейчас разберемся! Боже мой, это же у конца не будет! Они нас в погоне никогда не оставят! Кто мы делаем так, Господи? Боже мой! Давай позвоним жильцам! Каким жильцам еще? Да какие жильцы? Не надо мне, это не об этом речь! Ой, ой! Алло! Алло! Да! Ой! Да, о какой речи идет! Я же вам все документы оставила! Ну, боже мой! Ну, что? Ну, об этом речь не идет! Какая квартира, боже мой! Какая квартира, что случилось? Они отказали у реструктуризации! Кто? А банк отказал у реструктуризации? Почему? Дело в том, что мы не все документы в банк отдали! А что? У нас еще есть одна квартира! У вас еще одна! Ну, это же квартира для дочери! Мы ее для дочери бежим! Мы ее сдаем, а это оплачиваем! Послушайте! Выкина однушка! Однушка выкина! Послушайте, у вас есть еще одна квартира, а это в ипотеке! Ну, для дочери! По-моему, по-моему, ключ к решению всех проблем лежит на поверхности! Вам не кажется? Боже мой! Знаете что, иногда надо уметь принимать решения! И из двух зол выбирать наименьшее! Вы должны продать ту квартиру и погасить этот долг! Что-то я не знаю! Да! Иначе через… Господи, помоги! Аула, давай продадим одну квартиру! Через две метра, послушайте меня! И погасим долг! Вы останетесь! И без этой квартиры с огромным долгом перед банком! Понятно? Успокойтесь! Ты пойми! Нас же закопают в этой квартире! Вообще житья нам не будет! Ты понимаешь? Никто вас не закопает! Я не знаю! Все будет нормально! Успокойтесь! Я не знаю! Все будет нормально! Ну что? Люд, я их упущу! Все сняли? Упустили немножко! Жилищный вопрос всегда будет оставаться одним из самых острых вопросов в нашей стране! Большая часть населения России может позволить себе приобрести жилье только по различным ипотечным программам! Но не все трезво оценивают свои возможности и в итоге оказываются в долговой яме, выбраться из которой очень непросто, особенно если связались с валютной ипотекой! Героям нашей сегодняшней программы повезло! У них оказалась в собственности еще одна квартира, которую они продали и погасили долг! Благодаря нашим оперативным действиям и собранным доказательствам коллекторское агентство «Русь» было лишено лицензии из-за неправомерных действий! А также в отношении агентства было возбуждено уголовное дело по статье 218 Уголовного кодекса Российской Федерации! Берете ли вы потребительский кредит, валютную или рублевую ипотеку? Главное, трезво оценивайте свои силы и думайте о будущем! С вами были Людмила и Эдгар! До свидания! Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok